Музыка Я хотел бы сегодня просто 11 число, сегодня сороковин моего друга, москвича, который повозной таран. Он погиб 3 октября в битве за аэропорт. Тот самый аэропорт, за который уже многие наши сложили головы. Сегодня как раз ему 40 дней. Я хотел бы на его примере показать, что… Вы знаете, я тоже разволновался, увидел эту медаль. Да, просто очень много наших погибло. И вот чтобы наши не погибали, надо четко… Не погибали зря, как думают многие в России, кстати, что наши гибнут зря, что война – это чужая. Многие на Украине думают, что приехали в какой-то материальный интерес. Чтобы не погибали зря, нужно говорить правду. Правду говорить легко. Это может быть опасно, это может быть, не знаю, опасно для жизни, для здоровья близких. Но говорить правду легко. Правду говорить сердцем легко. И чем эмоциональнее человек говорит, чем больше волнуется внутренне, не подбирая, так сказать, слова, тем все-таки это по-настоящему. Что касается войны для кого-то с кем, глобально, если брать, это война идет с запада с востоком. То есть западной цивилизацией с ее образом мышления против востока, восточной цивилизации и восточно-русской цивилизации. Воюют, да, действительно, к сожалению, и это страшно, на самом деле страшно, что воюют руками славян против русского мира, сами же славяне. Украинцы, и кем бы они себя ни называли, они такие же русские люди. По большому счету, это вообще русские люди, которых обманули. А ведь страшнее нет ничего, если помните пример Янычар. В Турции это как раз были славяне, особенно ценились украденные дети казаков, пленных именно, генетически. Они вырастали самым страшным путем правильного на их правоверном воспитании. Они вырастали башебузуками, охотниками за головами, совершенно, как говорят сейчас, отмороженными людьми. А это были как раз славяне. И вот на примере украинцев я совершенно четко видел и видел, когда я участвовал, видел пленных и спрашивал. Он когда попадает в плен, как правило попадает в плен. Если вот сколько я видел кадров пленных ополченцев, то есть это он подавлен, он как-то замкнут старается. Ну, видно, то эти как правило все рассказывают, что я просто шел мимо, я ничего не знал, меня забрали, я не контрактник, я вообще не стрелял. А руки черные просто от копоти, от ствола, от утеса. Я не понимал, куда я стреляю. Да-да-да, я не знал. То есть он ничего не знает, просто даже по поведению. Дело в том, что получив карт-бланш от государства на убийство, остановиться уже сложно. Почувствовав кровь, это как стая шакалов, почувствовав, когда она может льва, раненого льва зацепить, она будет его гнать очень долго и кусать, и стараться, она уже не может остановиться. Дело в том, что если сейчас упустить тот единственный шанс, который нам дан Богом, упустить Новороссию, ДНР, ЛНР, для меня это все, я могу говорить «у нас». Я думаю, что мои братья с Донбасса предоставят мне право «у нас». Я москвич, и я хочу и буду говорить «у нас» на Донбассе. Мой Донбасс, это моя земля, сейчас говорю, у меня волосы дыбом стоят, понимаете, это моя земля. Дима похоронен здесь, на Никола-Архангельском кладбище, но погиб он там, и это тоже его земля. Он вернулся второй раз, погиб в аэропорту. Война кого с кем, олигархат, это глобально, в окопах правду четко видно. По пленным. Вот просто возьмите пленных, которые сейчас восстанавливают Донецк. Это подавленные, абсолютно подавленные, деморализованные люди, которые просто убрали ширму, но сказали, ой, а где я, что происходит, зачем я здесь вообще, как правило. И если нет массовых переходов на сторону ополчения, то, по крайней мере, когда они уезжают домой, он уже какую-то правду в себе несет, что в Донецке нет ни единого места, которое было бы безопасно, ни одного, вообще. То есть, человек засыпает, и человек не знает, проснется он завтра или нет. То есть, сейчас гораздо безопаснее в шахтерских и тех городах, которые разбиты Иловайске, чем в Донецке. Донецк бомбят постоянно. У меня брат родной сейчас там находится, в Киевском районе, не скажу где, сами понимаете, военная тайна. Вот, пожалуйста. И он со мной общается по телефону, и говорит, послушай. И действительно, выхлопы разрывы градов. Вот и все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова